Весокая температура, головокружение, тошнота и общее недомогание. Такое состояние испытывает человек, заразившись коронавирусом. Заболеть можно воздушно-капельным путем, вступив в контакт с источником инфекции, людьми или животными. По словам специалистов, симптомы чаще всего напоминают ОРВИ и ОРЗ. Поэтому больной начинает лечиться привычными препаратами, тем самым усугубляя свое состояние. При любых недомоганиях следует незамедлительно обратиться к врачу. Что заразиться, извините меня, просто так в Ульяновске нельзя. Это должен быть источник инфекции. Почему мы боимся? Именно вот эта коронавирусная инфекция вызывает не только верхний дыхательный пути поражает, но и нижний. Вызывает отек геморрагически легких, так называемый острый респираторный средний синдром. Если больной, жидкость наша проникает в легкие и в одных личке захлебывается, не может дышать. По данным карты распространения коронавируса, заболевание зарегистрировано сегодня почти в 20 странах. В России коронавирус пока не обнаружен, хотя медики регулярно проверяют тех, кто в группе риска, то есть недавно вернулся из Китая. В аэропортах на вокзалах пассажиров проверяют тепловизорами. Главный симптом коронавируса – повысившаяся температура. В Ульяновской области к тестированию готова лаборатория Роспотребнадзора. В связи с возникновением коронавируса определились особые условия приема пассажиров. Здесь уже мы будем подниматься на борт с вооруженными тепловизорами, бесконтактными термометрами и будем проводить мероприятие выявления больных с высокой температурой уже на борту. В здании вокзала или аэропорта пассажиров еще раз проверяют на стационарном тепловизоре. Если у человека высокая температура, у него сразу же берут анализы. После этого вызывают медицинских работников, которые должны доставить, возможно, больного человека в инфекционное отделение ЦГБ, где есть необходимые средства для лечения. Инкубационный период у нового вируса от двух суток до 14 в среднем одна неделя. Лечение пока симптоматическое, однако есть уже клинические рекомендации по терапии, которая действует непосредственно на вирус, то есть эти утропные, действующие на вирус терапии, пока в стадии разработки. Ситуацию под особый контроль взял глава региона. Сергей Морозов призвал областной Минздрав не допустить паники среди населения и провести с людьми разъяснительную работу. Методические рекомендации в целом по стране Минздравом Российской Федерации разработаны. Поэтому наша задача и министра, и Мартыновой незамедлительно. Эти методические рекомендации, вот если они там чересчур заумно, как может быть написано, перевести так на более понятный язык и довести до жителей Ульяновской области, используя все источники массовой информации, какие у нас есть. В рекомендациях приводится алгоритм обследования и лечения пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также в документе рассматриваются предполагаемые варианты профилактики. При планировании зарубежных поездок нужно уточнить эпидемиологическую ситуацию в стране, полностью отказаться от поездок в КНР, не посещать рынки, где продаются животные для использования в пищу, использовать маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей, а при первых признаках заболевания обратиться за медицинской помощью.